что друзья всем привет большой сегодняшнее видео мы начинаем с вечера я ходила в гости к лени и встретились с юрой на бульваре и вот сделали некоторые покупки первое что юра купил сегодня пока живем это ананас стоит он 500 рублей тебе отдали со скидкой 500 рублей со скидкой стоил 600 600 отдали его за 500 рублей а также мы купили лепешку вот такую мат на каш и сейчас сходили специально в магазин красная икра купили салат из древесного гриба по восточному потому что очень понравился купили колбасы вниз низкий ряд зашли естественно сейчас я уже ужинать не буду но буду есть она вы скажете что фрукты на ночь нельзя нельзя что делать молоко кефир давай покажи он гнилой посмотрим сейчас но мне кажется он хороший ты думаешь я думаю что да а давайте в пакет сейчас будешь кидать сердцевины метод перчатки на улице сегодня плюс два градуса погода очень не айс обещает а сегодня у нас пятница у вас видео увидит выйдет в субботу а воскресенье обещают минус 7 так что мы будем кататься будем сапоги я уж смею с шипами либо ботинки такие юра гуского в таиланд поедем там такие вкусные ананасы а он говорит нет хочу сейчас буду ждать в таиланд если я могу сейчас купить я сейчас тоже кстати я купил из того что мне попросил продавец купить и пожалуйста я понимаю что она влетела что-то у них не покупает вкусный фантастику такой же как в таиланде очень вкусный то есть благодарность продавцу да вкусно но ответила хорошо юра завтра мы делаем пельмени но точнее в субботу завтра суббота видео суббота я везде работаю с утра до вечера будет и будет три заказа у меня один я это повара везу кухню второй заказ я еду в час у меня девушку везу из москвы в голубое это переезжает и последний заказ у меня я из москвы повезу диван женщине короче ты зад и весь в работе ну давай вот и немного покажу себя сегодня лена была записана к нелли на 15-30 делать ногти и он или плотный график или наград иди вместо меня но мы вчера вечером это решили потому что говорит но чтоб человеку сейчас не пропадал перед новым годом вот из-за нас а я очень на 30 было число записано ну в общем я могу как же пойду с таким пальцем но вы знаете я намазала мазью левомиколь и у меня за ночь вообще в принципе все сошло но нелли мастер она от бога кстати вот такие ногти я сделала сегодня ходила и она мне ну практически видите даже отличается по форме практически не дотрагивалась до него ну я бы ничего я вообще это долго сомневалась что ли мне перед таиландом делать то ли сейчас как говорится ну место освободилось ли она попросила поэтому я сходила и сделала так что такие дела так что продолжим завтра видео с вами буду делать значит завтра идет андрей ваня я мама папа в пятером будем лепить пельмени может быть немножечко вам покажу у нас уже сейчас мы с шли с юрой гуляли пока у блин вот как стукнешь так все равно немножко больновато гуляли мы сейчас нас открылась вот это ярмарка в рождество или как она правильно называется у нас на бульваре красиво елки поставили некоторые нарядили некоторые еще нет так что завтра буду идти к родителям зайду и вам все это подробненько покажу хотела еще покрасить немножко волосы но у моей парикмахер шуани у нее полный аншрак общий и она говорит что не судьба сегодня покраситься возможно завтра послезавтра я че так подумала поеду уже когда все праздники пройдут все же до праздников недели осталось после нового года поеду подстригусь немножко покрашусь вот и что еще и я ее дочки как раз таки сегодня ездила забыла в понедельник завезут она и 12 лет доченьки она как раз очень нравится группу bts вот одну из фотографий я ей подарю я очень сказала не нужно она воды то что она будет очень очень рада то что будет ей такой подарок большая большая фотография ну а с вами продолжим дальше пойду сейчас поем ананас хотя уже поздно по времени ну я не ужинала ну хотя если честно после нелли заходила к лене в гости мы еще там посидели пообщались а вот конечно скучаю потому что привыкли на работе с утра после работы вот но ничего ничего время быстро пробежит гана что все быстрее затянулась и как говорится зажило сейчас тоже шли с юрой тоже упала но я правда на ровном месте но скользко везде юра шел по тротуару я по дороге и тоже немножко но падение было очень медленно и легкая ну короче мне повезло скажем так вот так что все давайте уже увидимся как говорится в следующем дне в субботу пошла есть ананас забыла вам сказать что вы все надо мной смеялись что я вот купила вот такие зеркала помните в эмиратах в абу-даби вот такие и выгодите о ерунда а я все их раздарила осталось одно последнее я бы конечно с удовольствием его оставила себе но мне еще есть один человек кому я тоже хочу подарить и знаете всем было очень приятно и я не думаю люди что как вы напишите делали вид нет смотрите она какое красивое может так вот просто прелесть так что надо было мне на одно больше взять придется ехать в абу-даби ну шучу конечно но все равно я считаю такой мелочи приятно так что такие дела я пришла тоже попробовать сейчас иди я тебе оставил не на нас сюда друг другу все оставляем ну-ка но на самом деле видно что тает в руках очень сочный да действительно большое спасибо продавцу помните вам что я показывал шоколадку шоколадка уже осталось ровно половину матча с юра из честно такие сладкоежки поэтому и никак не могу построить хоть ешь после шести хоть не ешь если ты днем в садку и что ни за что не похудеешь так красную икру красную икру копим на промах икру 1553 280 340 950 гарпуши полкило 330 полкило 1652 280 ну что друзья вы поняли что я уже продолжаю следующий день иду к родителям купить пельмени по бульвару зашла в красную икру показала цену на икру и купила кимчи к сегодняшним пельменям у нас сегодня периодически идет снег усиливается вот сейчас уменьшился вообще такими хлопьями красивыми и на улице сегодня 0 градусов самое интересное мы сегодня с кристина общались мы с ней общаемся чтобы вы понимали буквально каждый день который живет на севере сахалина и она сказала что у них тоже 0 градусов можете представить как они далеко и тоже 0 градусов ну и вот такая кашица под ногами с Леной поговорили по телефону с утра она говорит как жаль говорит что я не могу к вам присоединиться ай а нам то как жаль я уехал очень рано сегодня на работу и я сегодня впервые наверное за год спала до 10 часов можете писать до 10 часов я вообще очень мало сплю я рожусь поздно но встаю всегда рано а тут что-то я разоспалась вот сейчас у родители сейчас Андрей придет с Ваней в общем соберемся в нашей компании дружно лепить пельмени ну а это получается у нас последние выходные перед новым годом люди ведь наверное кто елку наряжает мало людей на бульваре ну и у нас ведь тут все открылось на обратном пути мы с вами зайдем посмотрим сейчас уже опаздываю увидите звонок все карусели поехали смотрите как я выгляжу все мокрое дождь дождь снег непонятно какая погода как родители мама уже в полной боевой готовности папуля молодец ухаживает за мной повесил всю одежду привет привет мои дорогие ну что ждем Андрея с Ваней и сейчас начинаем я буду за двоих отдуваться за троих за троих Лена говорит да лучше перелепила пельмени сутки чем вот эта полная беспомощность дома но она очень говорит Андрей как он мне помогает и приносит все говорит и то и хочешь что и чай и покушать и что-то новое выдумывает молодец чай наливает да все ухаживает вот наш стол семейный и мама уже приготовила тесто приготовила фарш тесто фарш а тесто тесто фарш ну папа тебе помогал фарш крутить ну а как же это у нас семейная традиция папа под новый год всегда крутит фарш это вот девочки и мальчик ладно это я все ждем остальных участников нашего сегодняшнего дня на улице идет дождь и ноль градусов самое интересное что Кристина сказала что у них тоже ноль в общем представляешь это же как бывает она всегда под новый год всегда перед Новым годом надо чтобы пельмени заполняют да Кристина говорит чувствуется буранчик будет у них недавно отменяли опять занятия а ждешь занятия с первого по девятый класс отменены ура дети радуются а последний раз отменяли все классы и Кристина говорит представляешь сегодня просто выходной где-то тесто получается воздушное папа ты помнишь когда мама уезжала в командировку мы испустили папа пластилиновое тесто сделал и мы не пили я лена и папа готовились к твоему приезду но самое главное папа мясо приготовил очень вкусно фарш я знаю я тесто раскатывал оно не раскатывается да 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 папа молодец это сколько лет прошло наверное лет тридцать наверное уже это поскольку было ну мы маленькие были ленина и на нем прошло прошу нет наверное но мне двенадцать лет 30 прошло не 30 лет это не больше уже прошу наверное прошло лет 10 тебе было не ленина и на лет бы мне было 12 олене наверное 8 вот так нет наверное не так было мне ленин 10 было мне наверно ну короче не помню надо у лена спросить может у нее память получше нечего по командировку им ездить мама училась тогда получается умные жены такие да мама молодец отучили 6 лет у нас дальневосточный государственный университет у них был основное это владивосток для здания у меня а поступали бы владивосток а учились уже филиале южно-сахалинском да то некоторые вопросы задавали как так поступало владивосток а закончила в южном для того как ваня как тебе понравилось лепить пельмени вот этот турник дедушкин сейчас они с вами будут еще грушку расшматить зарабатывать на пельмени папа сколько ты подтягиваешься юра никогда не верит все свидетельствует 12 12 раз без особого напряжения юра с особым напряжением 4 не может сейчас кто-нибудь из лифта выйдет и ваня такой пошел удар давай сейчас подожди на носочке и руки не опускаешь при этом ниже подбородка хорошо вот они молодец молодец от себя на себя от себя на себя молодец смотри что ты делаешь молодец теперь твоя очередь, а потом говорит, это не женское дело, возьми розовые перчатки у меня просто пальцы еще болит, поэтому я не могу, ну конечно нет, что-то я даже ранее не испытываю бить грушу папа говорит, для очистки совести, что вроде активность у меня была физическая так, обед решил подтянуться, сколько весит эта грушка? ну 2 килограмм, это же 12-15 ну зайти домой так, ну и давайте посмотрим помню, мы с тобой тогда ездили в дом отдых и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и двенадцать молодец, тринадцать, и четырнадцать, и последний раз, пятнадцать молодец, на пельмени заработали папа говорит, отдыхаешь минутки, несколько и сейчас он будет делать второй подход вот, руками помахал, головой повесил о, учитесь молодец, папа, надо Юре сказать, пусть он тоже турник в подъезде повесит это же не сложно сделать, он никому не мешает да вообще никому, так удобно сосед молодец повесил сосед, да, повесил а он занимается сейчас сам? а когда вешал, занимался? нет просто повесил? нет а а теперь уже пошире, чтобы другие мышцы укреплялись хват пошире делать давай раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь молодец а папа у нас еще раньше перед обедом стоял на голове кверх ногами, короче по молодости пробегал на обед и две сколько ты самый большой минут стоял на голове? ну сколько? ну минуты две ты стоял, нет? нет, ну я не засекал просто на стоящем ну все, пойдемте пробовать пельмени, которые мы приготовили сегодня для нас ну да снимаем первую пробу да а то кому ты два пельменя положила? себе? папа заказал два пельменя? столько подтягивался, чтоб два пельменя? ну да еще один как поддончик сделали с пелемешками здесь уже поменьше взяли спокойненько и сейчас все это заморозится по пакетикам мама потом лени вечером отнесет угостит в общем все все вышло от родителей ваня с андреем тоже ушли чуть пораньше они пошли красоту наладить парикмахерскую я хочу показать нашу погоду хотела через бульвар пройти но она уже следующий раз сейчас зайду страховую компанию нет полис я обратила онлайн нужно получить я машину свою покупала 30 декабря под самый новый год а в тринадцатом году и теперь под самый новый год я всегда хочу страховку вот такие у меня траты но у родителей как всегда замечательно провели время поговорили повспоминали все новый год конечно семейные праздники здорово нас сюда как по традиции сначала с родителями потом с друзьями но вот мама говорит тоже ведь ну как вот ли она будет в этом году может быть лучше отменить все я гну лена еще посмотрит как бы посмотрим что конечно я помогу накрыть и все такое ну в общем что загадывать еще целая неделя потому что дело будет видно пойду зайду не знаю закрылись они не закрылись пресса гарантии наверное уже не знаю до скольки не в субботу работают скорее всего есть вероятность что они уже закрыты тогда заеду уже в понедельник сейчас пойду хотела бульвар вам показать зайти туда на площадку но в следующем видео покажу так что иду представляете оказывается сегодня в субботу лесострахование работает до 6 кстати там такая очередь большая там и озон еще какой-то бокс бэри выдача и вот у меня все два поля сарказская осада который начал действовать с 30 числа я и говорю что сюда так радостно было когда машину под новый год а сейчас просто большие расходы не я придумала да любви кататься а любишь кататься любви и санночки возить в принципе очень рада что получила важный документ что получила свой заграничный паспорт что мы его успели сделать до нового года потому что там же будут январские праздники в общем все хорошо можно лететь еще паспорт дали на 10 лет так что я его папа представляешь 10 лет он год не заметно как пронеситься и я с ним полностью согласна не смешно двинуться 10 лет пронеслись мы с вами обычно ходим по пятна по 16-му району ну потому что там елена живет и родители вот а сейчас иду по стороне 15-го района сейчас подойдем посмотрим какие там дела что же вижу то что красивое нарядное сейчас вам покажу там вот не было бы этих луж вообще погода хорошая вот там тоже такой паровозик какой-то сделали ну-ка пойдемте посмотрим что там так что здесь по елку уже поставили вижу а это какая-то скамья сказочно такой троллейбус видите все на фоне луж смотрится не так красиво вот такие сапоги с новогодними подарками так здесь было очень много уток они улетели этот пруд полностью уже замерз и здесь ходят по нему пешком зеленоград дата основания 1958 год такая елочка и вот такие лужи но на самом деле праздничного настроения конечно нет потому что когда у твоих близких что-то не так то и настроение конечно оно не очень когда все хорошо тогда все настроение хорошее ну а так конечно желаем скорейшего выздоровления лени это самое главное вот ну надеюсь что все будет хорошо и конечно же ни о каком таиланде причем может быть конечно потому что уже мало дней до отъезда и я сейчас заходила на сайт так что-то выросли цены был период когда была цена дешевле чем мы купили и я думаю мы поспешили очень сильная четверка наша появилась куда мы обычно летали мы сейчас ну по повыше классом отель там их три отеля на одной территории я еще думала юр нам какая разница с тобой цена такая сильно отличалась вчера зашли уже все хочу цены подскочили так что такие дела на друзья мои вот так вот мы провели с вами еще вечер потом день вместе налепили пельменей но позитив конечно то что с родителями то что вместе это конечно хорошо ведь самое главное даже не теперь менее сам процесс процесс лепки процесс общения это самое главное все остальное не важно ладно пойду домой может быть юра приедет скоро хотя он говорю что будет очень поздно посмотрим все на этом с вами заканчиваю сегодняшнее видео для того чтобы встретиться с вами вновь все берегите друг друга всем хорошего настроения самое главное будьте будьте здоровы и ваши близкие